Тогда я предлагаю начинать. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Прошу прощения в очередь за задержку с сегодняшним вебинаром. У нас не были небольшие технические затруднения, просто очень много мероприятий параллельно идут, и наша техподдержка старается, но не всегда успевает все делать параллельно. Еще раз простите, я вас приветствую от лица класса Новобюро ЮНЕСКО. На третьем вебинаре нашей серии мероприятий по повышению квалификации менеджеров и экспертов области управления объектами всемирного наследия в Центральной Азии и Вышеном Кавказе. В этой серии мы вместе с представителями Центра всемирного наследия, а также консультативных органов по Конвенции всемирного наследия рассматриваем различные вопросы и технические аспекты менеджмента объектов всемирного наследия и отвечаем на вопросы наших уважаемых слушателей. В первую очередь я хочу сказать, что у нас уже два вебинара были проведены, их записи есть на нашем YouTube-канале, и сейчас я в чат высылаю ссылку, где вы можете посмотреть оба эти вебинара на английском и на русском языке. Также там появится через несколько дней запись всего нашего сегодняшнего вебинара. Я пока не могу сказать, когда будут следующие мероприятия в этом цикле. Мы сейчас договариваемся с несколькими экспертами, ведем переговоры, но из-за того, что сейчас наступает летний отпускной период, мы, наверное, на несколько недель сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв и возобновим чуть позже наши эти снова вебинары. Я всех призываю подписываться на наши социальные сети, следить за нашим сайтом, где, само собой, появится информация о всех мероприятиях, когда мы их сможем подтвердить. Сейчас в чате появляются все наши социальные сети, адрес нашего веб-сайта. А я бы хотел перейти к представлению нашей непосредственной сегодняшней темы и нашего сегодняшнего спикера. Тема наша звучит следующим образом. Планирование готовности к рискам и стихийным бедствиям на объектах всемирного наследия. А спикером сегодня является господин Рохит Джигьясу. Это индийский архитектор-консерватор и специалист по управлению рисками, который в настоящее время работает в Международном исследовательском центре по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, культурных ценностей и кром. Он там работает в качестве руководителя проекта по городскому наследию, изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий. Как обычно, у нас будет презентация на английском языке. Вы можете слушать ее в оригинале или в переводе на русский язык. Презентацию нашу спикер тоже показывает на английском языке. Но если вы хотите увидеть ее перевод, сейчас в чате появляется ссылка, где вы можете скачать презентацию нашего спикера и на английском, и на русском языках и следить за ней собственного устройства по ходу презентации. Я прошу обратить ваше внимание, что презентации наших спикеров предоставляются для вашего личного пользования, ознакомления, а также для обучения внутри ваших организаций, других сотрудников. Что же касается таких вещей, как цитирование, использование изображений и данных, то это все-таки подлежит отдельному согласованию с авторами. Прошу ваше понимание в этом вопросе. Ну что ж, я сейчас передаю слово нашему господину спикеру, господину Рахиту. Слушателям напоминаю, что если у вас какие-то вопросы, вы можете по ходу дела писать их в чате или вот функции вопрос-ответа, отдельная кнопочка здесь есть, и я после конца презентации все вопросы задам нашему уважаемому спикеру. Господин Рахит, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, господин Маджер. Мне очень приятно выступить сегодня перед аудиторией этого вебинара. Давайте начнем прямо сейчас. Сейчас я поделюсь с вами слайдами. Итак, тема сегодняшней презентации это планирование готовности к рискам и стихийным бедствиям на объектах всемирного наследия. Насколько я понимаю, многие из вас управляют объектами всемирного наследия в соответствующих странах. Я надеюсь, что эта презентация поможет вам принять практические действия для улучшения планирования готовности. Начну с примеров. Примеров, почему нам нужно помнить об этом вопросе. Многие объекты всемирного наследия пострадали от самых различных стихийных бедствий, будь то от землетрясений, как здесь, в Центральной Мексике. Если говорить конкретнее, то это центр исторической части города Мехико. Если объект находится в сейсмической зоне, это представляет отдельную опасность. Вот еще один объект в Непале в апреле 2015 года из-за крупного землетрясения. Многие объекты пострадали. И очень сложно было отремонтировать многие из этих монументов и объектов. Вот как выглядел объект до и как выглядит после землетрясения. Собор Нотр-Дам в Париже. Тоже объект всемирного наследия. 14 апреля 2019 года произошел пожар. И большая часть исторического строения пострадала. Пожар – это еще одна крупная проблема, от которой страдают многие объекты, в том числе объекты всемирного наследия. Существует множество причин для пожара. Из-за ремонтов, из-за реставрации. Если вы не знаете, как работать на исторических объектах, если у вас отсутствуют соответствующие навыки, это может вызвать пожар. Кроме того, пожар может быть вызван намеренным поджогом. Очень часто на ваших объектах могут находиться и музеи, как, например, пожар в Национальном музее Бразилии. От пожара пострадала существенная часть здания. Еще один вид стихийных бедствий – это наводнения. Наводнения случаются довольно часто в разных частях света. И в данном конкретном случае это наводнения на Балканах в мае 2014 года. В Париже также из музея Лувр была эвакуирована коллекция, точнее коллекции из-за наводнения 8 июня 2016 года. И это была беспрецедентная эвакуация. Существует очень много вызовов с точки зрения стихийных бедствий. На этой карте показаны города, которые уязвимы перед наводнениями и паводками. Например, это прибрежные города. То есть наводнения – это серьезная проблема, которая влияет на наши исторические объекты. И, кроме того, наводнения могут приводить к другим стихийным бедствиям, таким как оползни. Когда мы задумываемся о стихийных бедствиях, мы помним, что из-за изменения климата многие стихийные бедствия вызваны именно изменением климата. Это наводнения, это бури, это засуха, это повышенная температура. На этом слайде мы видим, что в одной из зон многие традиционные материалы, строительные материалы, например, камень, глина. С изменением климата происходит изменение в используемых материалах. И поскольку это засушливая зона в одной из провинций Индии, и поскольку в этой зоне сейчас все больше и больше дождя, все влажнее и влажнее, это здание потихонечку рассыпалось и затем обрушилось. Кроме того, из-за изменения климата очень часто происходят пожары. И эти пожары могут уничтожить наши объекты наследия. Пожар — это дикие пожары, степные пожары, лесные пожары — это большая проблема. И объекты, находящиеся вблизи лесов, подвержены наибольшему риску. Вот, например, объект всемирного наследия Парфенон был подвергся риску пожара в августе 2007 года. Многие археологические объекты также страдают от изменения температурных и влажностных условий. Кроме того, поднимается уровень моря, и море затопляет сушу. В частности, этот объект может в течение следующих 50 лет остаться под водой. Нам необходимо отслеживать медленные изменения, которые могут повлиять на объекты. Кроме того, нам необходимо учитывать проблемы эрозии морской водой, исторических строений. Когда мы думаем об изменении климата и влиянии стихийных бедствий на объекты всемирного наследия, нам также следует учитывать косвенные факторы, влияющие на объекты наследия. Например, в Монголии из-за ухудшения климата многие скотоводы начали отказываться от своей традиционной деятельности и сейчас занимаются разграблением исторических объектов. Кроме того, есть такие проблемы, как вандализм, конфликты, разграбления. А сейчас мы находимся посреди пандемии COVID-19, которая длится уже более полутора лет. И нам необходимо понимать, что такие эпидемии также могут повлиять на культурное наследие, поскольку эти объекты сейчас закрыты для посещения, а также поскольку эти объекты сейчас не обслуживаются. И поэтому есть и такой вопрос, который нам необходимо учитывать на будущее. Как я уже сказал, вот этот объект во Флоренции и в Италии, и мы видим, что произошло во время пандемии, сейчас это закрытый объект. Нам всегда необходимо учитывать факторы, которые я показывал на этих примерах. Я их не буду повторять, но я хочу сейчас вам рассказать о воздействии вооруженных конфликтов на исторические объекты в Ираке, в Йемене, очень многое. В Сирии очень многие объекты пострадали от вооруженных конфликтов. На данном слайде вы видите, как сейчас выглядит исторический объект после вооруженного конфликта. Кроме того, Алеппо. То есть нам необходимо учитывать, какое влияние оказывают вооруженные конфликты. А вот данные, которые я хотел бы вам показать, потому что они очень показательны, очень полезны с точки зрения снижения риска бедствий. Это анкетирование, опрос был проведен в 2010 году, и очень показательно, что снижение риска бедствий не учитывался в планах управления объектами всемирного наследия. То есть 40% сказали, что таких планов не учитывалось. И кроме того, вопрос номер два. 30% респондентов сказали, что охрана наследия в национальных стратегиях по снижению риска бедствий не учитывалась. В 2012 году было исследовано около 60 объектов всемирного наследия, и в 60% случаев не было сделано ничего с точки зрения охраны объектов наследия. Очень многие этих объектов чувствительны, они подвержены различным геологическим опасностям. Кроме того, необходимо рассматривать отдельно Центрально-Азиатский регион и задумываться о том, какие стихийные бедствия могут возникнуть в Центральной Азии. Какие объекты подвержены наводнениям, какие объекты подвержены другим стихийным бедствиям? Здесь вот последняя часть своей презентации я буду говорить о ключевых принципах управления риском стихийных бедствий на объектах культурного наследия. Их нужно помнить при подготовке своих планов готовности к рискам природных стихийных бедствий. Здесь показываю пример одного из объектов. Здесь можно видеть, что если надо готовиться, подготавливать план готовности к бедствиям для крупных комплексов, это комплекс Старый Форд, археологические территории, охватывает очень большую территорию, там есть здания и ландшафты, ведут археологические раскопки в археологической зоне. Кроме того, там находятся и музеи. То есть много очень надо подумать о таких объектах, где очень много разных участков. Нужно учитывать все аспекты. Для всех компонентов, какого они типа, они в подготовке своих планов. Это стены укрепления, музей, здания какие-то, обычные здания, археологическая какая-то зона, где еще ведутся раскопки. То есть ваши планы будут очень отличаться от разных участков вашего объекта. Именно это надо смотреть на практики. Кроме того, зависит от того, сколько там живет людей, живут ли там люди. Необходимо снижать все риски для всех компонентов наследия, как материального, так и нематериального. При работе с археологическими участками, при работе с музеями, об этих различиях все время надо помнить. Надо о всех компонентах для каждого из ваших объектов. Надо посмотреть, что мы можем сделать, чтобы снизить риски для каждого из компонентов объектов всемирного наследия. Еще один принцип, который хотел бы рассмотреть, это в Африке, это каменный город Занзибара. Здесь можно видеть, что этот город, он подчислен к всемирному наследию, он подвержен повышению уровня моря. Кроме того, там бывают циклоны, наводнения, а также пожары. И кроме того, можно сказать, что это циклоны, это что такое? Это очень много дождей, но одновременно и наводнения. То есть нужно думать не об одном отдельно взятом стихийном бедствии, а наложении нескольких стихийных бедствий для того, чтобы рассматривать очень сложные, комплексные, кризисные ситуации. Кроме того, конфликты могут быть частью этого. И ущерб, который, по-моему, тоже может и должен стать частью такого планирования. И нам надо учитывать, как вот эти различные события могут повлиять, если они будут сходиться одновременно. И это подводит нас ко второму принципу, который говорит, что необходимо учитывать комплекс событий, особенно тех, которые могут происходить параллельно или следовать один за другим. То есть надо продумать, насколько на вашем объекте может быть землетрясение, за которым может пойти оползень, потом случится пожар. То есть необходимо будет учитывать ситуации, в которых могут происходить несколько разных бедствий, и не отдельно просто по оползню, по землетрясению, по пожару. Хотелось бы показать теперь еще одно место из Мьянмара. Это объект наследия Баган. Тут было землетрясение в августе 2016 года. Можно видеть, как повлияло землетрясение. И часть строения разрушилась. Но разрушение прошло не просто из-за самого землетрясения, но также из-за того, что в прошлом производились вмешательства. Можно видеть, что определенные консервационные вмешательства. Можно видеть, что металл добавлялся, железобетонные структуры добавлялись для укрепления. Но когда случилось землетрясение, дополнительный ущерб произошел из-за ранее произведенных реставрационных работ. То есть необходимо рассматривать различные факторы, которые могут усилить уязвимость ваших объектов от различных стихийных бедствий. То есть если проводились какие-то вмешательства на вашем объекте в прошлом, то, может быть, это может повлиять на уязвимость, сделать ее более повышенной. Например, в случае землетрясения, как здесь. Следующий принцип – это то, что риски и бедствия возникают не только в результате катастрофических событий, как землетрясения, наводнения или пожары. Необходимо нам смотреть также на то, что лежит в основе. Какие-то физические, социальные, к примеру, какие-то вмешательства, сделанные ранее. Или в случае социальных, скажем, не было вовлечения местного сообщества, местного или экономические, или национальные факторы. То есть это политики какой-то нет выработанной, и факторы отношения к объекту, которые создают резкие бедствия и усиливают их. Необходимо учить все эти различные факторы, которые могут действительно создавать условия, будь то землетрясения или какое-либо другое событие, которые могут в итоге нанести гораздо больше ущерба. И хотел бы именно этот принцип подчеркнуть. Теперь посмотрим на группы памятников, и наследие в долине Катманду, Непал. Это зона с большим количеством памятников. Как мы видим, по плану находится прямо в середине города, города Катман, в долине Катманду. Вот для этого участка при планировании, это буквально зона с объектами насилия, находящаяся прямо в центре города. То есть в городской застройке совсем другие условия. Необходимо продумать и то, не только то, что нужно сделать внутри участка, но и надо предусмотреть, какого рода риски возникают вокруг вашего объекта. Большего, какого-то территориального контекста. Может быть, что-то было там, плотина была возведена пару километров вдали, или какое-то строительство велось, и это само может создавать определенное воздействие на объект. И это меня подводит уже к следующему принципу о том, что нам надо думать о рисках для своих объектов, не только внутренних. Нужно смотреть и за его пределы в ближайших местах. Может, там химическое какое-то производство, может быть, ресторан, или какой-то ручей протекает, который может быть не на участке, а где-то рядом. Может быть, дома какие-то строятся, или же блокируется, например, в итоге дорога после стихийного убийства, и вы не сможете добираться. То есть надо продумывать различные варианты. Нужно продумывать, какие есть риски для объектов всемирного наследия, не только внутри самого объекта, но и в окружающей среде, то есть в обстановке всей, в окружающей территории. Теперь показывают еще пример, еще один из Непала. Это зона памятника в Катманду. Здесь можно видеть после землетрясения. Вот с левой стороны вот это вот здание, оно развалилось. Очень много людей погибло, потому что там шло мероприятие. Причиной служило то, что как позднее было обнаружено, были сделаны определенные вмешательства в фундаменте, и из-за этого здание развалилось. Но сейчас идет большое обсуждение. Когда вы к восстановлению или заново восстанавливаете структуру, сделать ли ее такой, какой она была раньше, или же внести какие-то изменения, которые бы сделать здание более безопасным, чтобы люди не погибали в случае, если здание начнет развалиться. Необходимо все время проводить баланс между безопасностью человека, потому что ценность человека очень важна. Ценность человеческой жизни будь то те, кто там работает, или ваши посетители, их жизни в любом случае должны быть защищены в случае бедствия. Но одновременно нельзя сделать какие-либо изменения, в результате вмешательства, которые бы повлияли на ценность наследия. И если это объекции мирного наследия, надо смотреть и взвешивать эти факторы, чтобы не происходило в результате ваших вмешательств, для того, чтобы сделать структуру более безопасности, изменение ценности наследия. И необходимо обеспечить баланс, и это нас подойдет к следующему принципу. Конечно, безопасность человека имеет первостепенное значение при снижении риска бедствий. Однако управление рисками стихийных бедствий в отношении культурного наследия направлено на снижение рисков для ценностей самого наследия, заложено в этом объекте, наряду с человеческими жизнями, физическими активами и средствами существования, но без ущерба для последних. То есть это необходимо тоже все время держать в уме, когда мы разрабатываем решения для управления рисками стихийных бедствий. Здесь показываю еще несколько примеров, которые нам говорят, что объекты всемирного наследия иногда могут нам давать и положительные примеры, в подготовке к стихийным бедствиям, к планированию. Вот, например, здание слева, это традиционные строительные знания для смягчения последствий стихийных бедствий, они очень важны, они должны учитываться. Это пример справа, например, это колодцы водные, используют традиционные системы для аварийного снабжения, Катманду, которые помогали людям, на самом деле, когда случилось землетрясение, люди могли собираться в этих открытых площадях и могли пользоваться водой из колодца. То есть сами объекты всемирного наследия могут представлять, исходя из своей традиционности, спасение после стихийного бедствия. Вот это пример из Японии. В 2011 году очень много людей смогли выйти из зоны наводнений на высокогорные участки, смогли это сделать, потому что именно там, на холмах, находились храмы, туда шли ступеньки, и эти храмы смогли дать людям прибежище после цунами. И вот такой вопрос был, вот такой урок был извлечен из уроков прошлого. То есть объекты всемирного наследия могут стать и прибежищем, убежищем в случае землетрясения. Надо также смотреть и на то, как объекты всемирного наследия могут также помочь заручиться поддержкой от местных исполнительных органов, так и государственных исполнителей. Ведь не только потому, что у них есть обязательства по сохранению, но и потому, что сами объекты могут служить подспорьем в случае землетрясения. Кроме того, нужно думать о традиционных каких-то сетях, систем каких-то местных лидеров, как традиционные системы управления можно было бы использовать для снижения рисков стихийных бедствий. Может быть, на ваших объектах местное сообщество уже имеет своего рода сети каких-то аксакалов. Надо и с ними работать, чтобы учитывать их на традиционных каких-то системах социальных связей, вместо того, чтобы создавать дополнение, какую-то дополнительную систему поверх нее. Поэтому управление рисками к стихийным бедствиям это не только пассивная подготовка, но тут можно еще работать проактивно и сыграть позитивную роль при снижении рисков стихийных бедствий. И это может быть таким активом при снижении рисков от стихийных бедствий. Итак, перехожу к другой очень важной мысли. Я предлагаю, чтобы мы все должны смотреть также и с точки зрения ваших собственных объектов, также с точки зрения вашей стороны. И знаете, культурное наследие, оно ведь должно быть включено вообще в политику управления рисками это на национальном уровне. Есть какие-то политики, которые конкретные именно для управления стихийными бедствиями в каждой стране. И здесь очень важно, чтобы культурное наследие также было включено в это. Должна быть отдельная глава или раздел в этих национальных планах ваших страновых, национальных планах управления рисками стихийными бедствиями. С другой стороны, надо не забывать также, что планы системы управления стихийными бедствиями должны быть внедрены как часть управления векно-культурным наследием использованного подхода предусматривающего комплексу угроз. Конкретно, исходя из местности, из каких-то его особенностей, его архитектуры, его планировки, все это должно быть конкретно привязано к каждому отдельному объекту. То есть, с одной стороны, это участие и вовлечение объекта в общем, в большом национальном плане, но и также то, что у каждого объекта культурного наследия нужны специфические вещи, как культурное, так и наследие. Все это необходимо увязывать, исходя из окружающей природы и природы рисков данной местности. Еще очень важный момент, который я хотел упомянуть, что мы можем подготавливать систему для вашего объекта культурного наследия. Здесь нужно думать также и о двух еще вещах. Пожалуйста, подумайте о том, какие есть системы управления рисками для всемирного наследия, но также о том, какие системы защиты есть в вашем городе, в вашем муниципалитете, в вашем районе, в вашем местном органе управления. То есть должна быть обязательно увязка и с вашим планом управления объектом, и с вашими системами управления рисками, которые, может быть, не на вашем объекте лишь есть, но, может быть, на уровне города или региона. То есть вот такого рода взаимная увязка на самом деле очень и очень важна. И это меня подводит к следующему принципу, который гласит, что управление рисками стихийных бедствий должно быть интегрированным компонентом в обычной системе управления объектом культурного наследия и, следовательно, должно быть отражено в плане управления объектом. Оно также должно быть связано с системами управления стихийными бедствиями на местном, региональном и национальном уровне. Показать вам хочу еще один пример объекта всемирного наследия в Индии – Форд Джайсалмер, который пару лет назад обрушился. Здесь можно видеть сам этот объект. Здесь, может быть, произошло обрушение стеной из-за повышенной влажности, из-за того, что был большой объем воды, поступал вовнутрь, и это оказало огромное воздействие давления на стену. И можно даже по разнице в цвете стены видеть, что из-за этой огромной влажности, из-за наступивших тогда условий, потому что вода продолжала поступать вовнутрь форта, стена просто обвалилась. Это что означает? Почему это произошло? Знаете, на самом деле, вот по фотографиям этим, вот с правой стороны можно видеть дренажную систему, которая первоначально была создана как часть форта, но затем городская система муниципалитета проложила еще дополнительные системы с трубопроводами, которая не принимала в расчет традиционную систему ливневых стоков. В итоге из-за этого строительства традиционная система была в разных местах обрушена, и вода стала забиваться в разные заблокированные участки, вода туда просачивалась и оставалась там. Поэтому этого произошло, из-за того, что не было координации, потому что Министерство культуры, которое отвечало, не работало с департаментом культуры, который отвечал за форт, была неслаженная работа. Поэтому важна очень хорошая координация между различными секторами для того, чтобы иметь план готовности. Не только департамент культуры какой-то местный, но и также те департаменты, которые отвечают за черчайные ситуации. Во многих странах это имеется. Кроме того, в секторе развития могут быть различные департаменты. То есть необходимо всевозможную обеспечить координацию для того, чтобы это было в нашем плане. И это подводит нас к следующему принципу, то, что культурное наследие необходимо учитывать в различных секторах управления стихийными бедствиями изменениями климата и развитием. Еще один пример. Собор в Гоа. Там у меня есть свой рабочий опыт оттуда есть. Ну, это очень тоже важный пример. Вы тоже можете привести примеры, которые важны для вашей собственной конкретной ситуации. Вот это участок, объект, где произошел большой пожар и был нанесен довольно-таки большой ущерб. Так, это произошло из-за чего? Потому что люди, там внутри была действующая церковь, люди заходили, ставили свечки. А случился очень большой шквал ветра, который привел к возникновению пожара из-за свечек. Это нам о чем говорит? То есть, необходимо готовить планы готовности к бедствию, но иногда могут быть и конфликты. Конфликты между потребностями людей и обеспечением безопасности. Да, ведь это действующая церковь, люди исполняют свои ритуалы, свои какие-то культурные практики. Но, с другой стороны, это физическое само, сам физический объект культурного наследия был подвергнут ущербу. Мы не говорим, что нет, запрещайте свечки. Нет, необходимо обеспечить диалог и найти какое-то решение, которое бы позволило людям продолжать следовать своему культу. Но это как-то систематизировать, может быть, какое-то отдельное место, где можно было бы ставить ветки, или, может, должно как-то укрыто от ветра. То есть, необходимо обеспечивать диалог между местным сообществом и всеми заинтересованными сторонами. Вот это вот такой принцип, еще один из принципов, что управление рискованием схемы убийств для культурного наследия связано с урегулированием конфликтов и привлечением множества заинтересованных сторон. Такого рода конфликты надо просто признавать, обсуждать и вовлекать большое количество заинтересованных сторон для того, чтобы разработать план. Возвращаясь к ситуации в Непале, где произошло землетрясение, как я говорил, в 2015 году, когда было повреждено очень много объектов, в долине Катмандо тут фотографии с примерами разрушений. Но, позвольте заметить, это было не из землетрясения. Кроме того, в 1934 году было землетрясение. И всегда надо смотреть на различные между этими разными землетрясениями. То есть, да, вот было в 16-м году, но и в 1934 году тоже было землетрясение. И, к сожалению, возможно, еще будут землетрясения в будущем. На что тут нужно смотреть? И каждый раз, когда вы рассматриваете планы управления рисками, такие планы требуют, что вы будете делать до бедствия, в смысле обслуживания, снижения рисков и подготовки и адаптации до бедствия. Потом, во время самого бедствия, как вы будете делать, будь то это пожар или землетрясение, или наводнение, или любое другое бедствие, и как мы будем восстанавливать после самого бедствия и реабилитировать. Но наиболее важным для нас является учет того, что мы должны смотреть на все это как на объект. То есть, если сейчас происходит землетрясение, вы проводите какие-то восстановительные работы, реабилитацию. Если вот когда на этом этапе находитесь, то нужно восстановление реабилитации так, чтобы следующее землетрясение, вы к нему были лучше подготовлены, и лучше была профилактика при следующем землетрясении. И вам необходимо задуматься, каким будет реагирование при стихийном бедствии. В любой момент вам необходимо участвовать, что бедствие произойдет в будущем. При этом очень важно, чтобы мы направляли больше ресурсов на профилактику и сокращение последствий. Для восстановления требуется очень много ресурсов, намного больше, чем на профилактику. Поэтому лучше, вот то, что определено зеленым, поэтому лучше вкладывать больше ресурсов в профилактику и смягчение последствий. Если вы знаете, что что-то может произойти, не ждите, будьте готовы. Поэтому профилактика и снижение последствий должна стать самой главной частью вашей стратегии. И последний принцип, принцип 10. Конечно же, вы всегда планируете мероприятия, у вас есть план своего объекта. Многие риски стихийных бедствий, они относятся к зоне за пределами вашей территории. Как я уже говорил, если строится, например, запруда, если строится какое-то здание, строение. Вот такие строения могут приводить к вреду для вашего объекта. Поэтому необходимо задумываться, необходимо учитывать не только то, что происходит в вашей зоне ответственности или в непосредственной близости от вашего объекта. Нужно также учитывать, что происходит за ее пределами. И, кроме того, необходимо учитывать взаимодействие между природой и культурой, потому что зачастую очень тесная взаимосвязь существует. Здесь я пытаюсь вам показать. Если вы собираетесь разрабатывать план готовности к стихийным бедствиям, и, как я уже говорил, будет три компонента, должно быть до, во время и после вашей действия, и то, как взаимодействуют эти три компонента. И затем очень важный этап в рамках любой готовности к рискам – это оценка рисков. Для чего нужна оценка рисков? Оценка рисков нужна для того, чтобы знать, какие риски угрожают моему объекту. И необходимо выделять, какие риски представляют наибольшую опасность. Это наводнение, это пожар и так далее. И в рамках оценки рисков мы оцениваем опасности и риски в комплексе. Наводнение, землетрясение, пожар, конфликт. Если происходит, если такой риск реализуется, как я буду реагировать. И оценка рисков, вот очень важно, должна проводиться не только до стихийного бедствия, но и во время его, а также после наступления стихийного бедствия. То есть на каждом этапе, на каждом компоненте производится оценка риска. И нам здесь необходимо учитывать много моментов до стихийного бедствия. Я говорю о профилактике, митигации и адаптации. Профилактика – это предупреждение пожара. Но, возможно, вы не можете предотвратить землетрясение. Тогда вы занимаетесь митигацией, то есть снижением последствий. Или иногда вам необходимо адаптировать свои мероприятия, свои действия, например, к климатическим условиям, например, мероприятия по консервации, по ремонту могут быть адаптированы с учетом ситуации. И, кроме того, вам необходимо учитывать какие конкретные мероприятия. Например, вы будете использовать леса, вы будете использовать конкретный раствор. И вам необходимо учитывать, вам необходимо запастись материалами. Конечно же, кроме того, есть еще правила эвакуации. Необходимо подготовить маршруты эвакуации. Необходимо подготовить сотрудников к эвакуации. Необходимо назначить ответственных лиц. Необходимо определить этот маршрут. Конечно же, в первую очередь необходимо эвакуировать людей. Но также необходимо задумываться о том, что делать, если наступило стихийное бедствие. И что же делать с культурными и историческими объектами. Может быть, и их необходимо эвакуировать. Необходимо назначить специальную команду, которая будет заниматься эвакуацией. Которая будет отвечать за реагирование, за охрану во время стихийных бедствий. И очень важно учитывать также, что в первую очередь необходимо назначить команду в рамках вашего собственного коллектива. А также привлечь добровольцев из числа населения, пункта, населенного пункта. Необходимо, чтобы была какая-то система действий, прежде чем прибудут на объект службы ЧАЭС. Затем необходимо задуматься о том, каким образом вы будете реагировать на то или иное стихийное бедствие. А также после наступления стихийного детства. То есть, например, обеспечение устойчивости самого здания и непосредственная защита. Вы можете разлить различные действия по защите объекта. Например, накрытие экспозиции, накрытие объекта. И восстановление, и реабилитация. На этом этапе вы решаете, что вы будете конкретно делать, восстанавливать и так далее. Кроме того, вы принимаете решения о действиях заблаговременных. То есть, что вы будете делать на будущее. Укреплять объекты и так далее. Все это различные типы действия, которые необходимо учитывать при подготовке плана управления критическими ситуациями. Как я уже говорил, управление рисками – это очень важно. И сейчас я не могу объяснить вам методологию, потому что для этого потребуется дополнительная лекция. Но вам необходимо проводить систематическую оценку рисков. Вам необходимо определять, какие риски могут возникнуть. Вам необходимо разрабатывать сценарий рисков. Может быть, произойдет землетрясение. Что делать в случае землетрясения? И, кроме того, существуют разные уровни риска, которые мы учитываем. А сейчас я перехожу к другому типу мер. Один очень важный момент – это то, как ваши меры по смягчению последствий могут снизить воздействие принимаемых ваших мер на объект наследия. Вот пример мероприятия в Таиланде. Это заграждение реки для защиты от паводков. В нормальной ситуации этот барьер опускается. Этого барьера нет между рекой и объектом. Но затем при получении сигнала о наводнении, о паводке, этот барьер возводится. Этот барьер призван защитить объект. То есть, это мера защиты, мера снижения последствий стихийных бедствий. А вот пример из Японии. Этот объект очень подвержен риску пожара, потому что все строения выполнены из дерева. И для того, чтобы подготовить план митигации, была изобретена очень интересная система гидрантов. Люди, живущие жители этой зоны, обученные пользоваться этими гидрантами в случае пожара. Знаете, вы можете изобретать разные инновационные решения. И главное, чтобы эти решения минимально влияли на ценности, наследие. Конечно же, эти жители знают об этой системе, они практикуются использовать эту систему. Я не знаю, как в ваших странах, но существуют определенные правила применительно к использованию знаков. Но если у вас специальная какая-то особая ситуация, например, особый объект, можно адаптировать знаки, адаптировать оформление знаков. То есть, были придуманы специальные знаки для этой территории. Эти знаки сочетаются с деревом. И в некоторых случаях гидранты, например, устраиваются под землей для того, чтобы не нарушать внешний вид территории. Еще примеры в той же самой зоне. Подземный резервуар для хранения дождевой воды. Этот резервуар действует на постоянной основе. Этот резервуар используется для садовых работ, но в случае пожара этот резервуар используется для тушения. И, кроме того, используется специальная спринклинная система. Вот справа был рисунок. Проводятся учения. Вот, например, на объекте Джантар-Мантар в Джайпуре в Индии. Это совместные мероприятия с местными службами ЧАЭС. Очень важно, чтобы на ваших объектах проводились такие учения. И еще на одном объекте проводятся вот такие учения. Как спасать людей, как спасать экспонаты. И очень важный момент при управлении рисками стихийных бедствий. Как вести координацию с учреждениями гражданской обороны и другими заинтересованными сторонами. В этом случае слева мы видим полицию. Это в Непале. И полиция разбирает остатки храма. Если не обучить полицию заранее, она не будет знать, как правильно разбирать эти руины. Справа мы видим, что когда в Янме произошло землетрясение, помогают добровольцы из числа жителей местного населения. И опять же, здесь мы видим добровольцев на этом рисунке. Волонтеры помогают расчищать обломки. Необходимо готовить, необходимо обучать сотрудников служб ЧАЭС, как действовать на объектах всемирного, на объектах наследия. Как защищать эти объекты. Как восстанавливать их, как убирать обломки, мусор. Кроме того, необходимо разработать пути эвакуации и как спасать коллекции музеев. Опять же, вот это на одном из объектов в Непале после землетрясения спасают это важное надгробие. И затем, как документировать и хранить спасенные фрагменты в разрушенных исторических зданиях. Вот различные фрагменты, как их нумеровать, как их хранить. Потому что если их использовать повторно, нужна система их хранения, надлежащего хранения. С помощью нумерации и документирования. Здесь все элементы, архитектурные элементы разделены и хранятся в определенном порядке, с определенной нумерацией. Здесь привлекаются местные мастера для повторной сборки. И правильное крепление. Я уже говорил, что правильная стабилизация – это очень важный момент. И опять же, все это требует обучения, все это требует наличия материалов. В стихийных ситуациях, чрезвычайных ситуациях очень сложно найти материалы – дерево, металл, скобы. Потому что все эти материалы очень востребованы после стихийных ситуаций, после стихийных бедствий. Здесь мы видим, что люди работают в координации с инженерами и с мастерами. И здесь разрабатываются разные решения для стабилизации монументов. Это строение разрушилось, но сейчас ведутся работы по стабилизации этого объекта. Еще один момент при планировании рисков ЧАЭС. Вам необходимо учить ваших сотрудников проводить оценку ущерба объекту. То есть при ЧАЭС многие организации присылают своих сотрудников для оценки ущерба. Но многие из них не понимают, что эти объекты оцениваются по-другому, что это особые объекты. Необходимо правильно обучить людей оценки ущерба. Причем такая оценка требует другого подхода, нежели новые объекты. И, кроме того, вам необходимо иметь план восстановления объектов после чрезвычайных ситуаций. Мы видим объект до, после землетрясения и восстановленный объект. Как принимаются решения по восстановлению после землетрясения? Вам необходимы документированные процедуры. Процедуры по оценке ущерба. И затем вам нужны консультации. Вам необходимо привлекать средства из различных источников. То есть, все это предполагает очень большого планирования. Итак, как я говорил ранее, давайте не защищать объект культурного наследия лишь как жертвы. Я показывал эти примеры. Думайте также и о положительных путях о том, как объект культурного наследия может обеспечивать решение. Вот это вот ресурсный материал. Его можно скачать. Тут дается общее руководство для тех, кто подготавливает планы, которые поможут вам учесть все эти различные элементы, о которых я говорил. Сейчас мы говорили о новых каких-то опытах, которые были накоплены, как я упомянул уже в своем выступлении. Это компонент изменения климата, природного наследия и рассмотрение большей территории вокруг, работа с большим количеством множественных заинтересованных сторон. Это обновленное такое справочное руководство, которое поможет вам учитывать. Многое из того, о чем я говорил, было взято именно отсюда. Еще один момент. Это работа с государством. Может быть, на высоком уровне имеются люди, принимающие какие-то политические уровни решения. То есть надо учитывать, что это очень важная работа. Например, в 2015 году была принята хорошая очень программа. Называется «Рамки Синдай», поскольку было принято в городе Синдай в Японии. И тогда впервые были заданы «Рамки», когда культурное наследие было включено в планы снижения рисков от стихийных бедствий. Но кроме того, ЮНЕСКО, наряду с большим количеством других международных организаций, работают в рамках Синдайской рамочной программы. А это нам дает очень серьезное основание. Если вы работаете в секторе культуры, то вы можете обратиться в ваш сектор, министерство или агентство, как оно у вас называется, по чересчайным ситуациям, и спросить у них, а есть ли у нас это в нашей стране, именно по объектам культурного наследия, всемирного наследия. То есть как системно нам включить это в местные национальные планы на случаи стихийных бедствий. И Синдайская рамочная программа систематически записывает, что происходит, какие стихии бедствия, как это повлияло, какое было действие на объект культурного наследия. Сегодня эти оценки также должны проводиться в случае какого-то стихийных бедствий. Здесь хотел бы еще раз упомянуть очень важный инструмент. Это оценка ночная системы. Есть отдельное руководство, его можно посмотреть онлайн, где показывается, как можно провести оценку по действиям после стихийного бедствия, чтобы оценить, насколько эффективно были проведены работы по восстановлению и реставрации. То есть, знаете, культурное наследие, всемирное наследие должно быть встроено в национальную политику. И это привело к очень большому количеству интересных институт в разных странах. Здесь привожу один пример, но есть очень много других примеров. Это из Индии. Это национальное руководство по управлению с едиными бедствиями. Там есть отдельный раздел, посвященный именно объектам культурного наследия. Знаете, есть отдельное целое руководство, которое исключительно нацелено именно на объекты культурного наследия. Вот там внизу рядом приводится ссылка, можно на нее посмотреть различные примеры. Надо подумать, как в вашей стране это можно предусмотреть на национальном уровне, на оригинальном местном уровне. Я это уже упоминал, это руководство по оценке потребностей культуры после бедствия было подготовлено Всемирным банком. То есть, тут учитываются еще объекты социального сектора. Это может быть очень важно для вас. Вот на этом и все. В моей презентации вкратце. И я попрошу вас, пожалуйста, уважаемые аудитории, задавайте вопросы. Все что угодно можете спрашивать, может быть какие-то комментарии у вас есть. Большое вам спасибо. Большое спасибо, господин Рахид. Очень интересная презентация, очень информативная. Хорошо, что там были и примеры конкретных объектов, и документы, которыми можно проконсультироваться, которые можно изучить, и примеры именно политических документов, стратегий, которые тоже можно изучать и рассматривать их применение в регионе. Большое спасибо. У нас есть некоторое количество вопросов. Я бы хотел сейчас их зачитывать, но я сразу хотел бы предупредить нашего спикера, что там несколько вопросов, которые скорее адресуются к организаторам. Поэтому давайте я попробую на них ответить. А если наш уважаемый спикер захочет что-то дополнить, мы, конечно, дадим ему возможность это сделать. Вот два были вопроса такие, про материально-технические. Вот, допустим, Ренат спрашивал, может ли ЮНЕСКО оказать содействие в организации передвижного мобильного пожарного пункта? Или пользователь с ником Танбалы14 писал о том, что на территории Танбалы, а для тех, кто не знает, это объект мирного наследия на территории Казахстана, который был включен в список под названием Тангалы. Танбалы – это такое название, которое более правильное, наверное, к казахскому языку, и которое чаще используется сейчас. Ну, в общем, там смысл в том, что на территории заповедника нет медицинского пункта для оказания первой помощи и ближайшая расположенность в 70 километрах. Вопрос был, может ли ЮНЕСКО оказать содействие в открытии подобного медпункта? Ну, здесь я вынужден сказать, что нет, ЮНЕСКО не оказывает такую поддержку. ЮНЕСКО оказывает в первую очередь поддержку в рамках программ по развитию потенциала, допустим, или повышению квалификации местных сотрудников, или местных представителей полномоченных органов, или местных экспертов, но не предоставляет такие материально-технические какие-то вещи местным органам. Тем более, организации, которые управляют объектами всемирного наследия, это все-таки принадлежат государству, поэтому подобное финансирование технически, я не знаю, насколько это возможно. По данному вопросу нужно обращаться к уполномоченным органам в конкретной стране и включать эти вопросы в менеджмент планы. А, допустим, если страна считает, что не может какой-то вопрос решить, то она может, конечно, обратиться в международные организации, и в ЮНЕСКО в частности, с запросом, и если ЮНЕСКО сможет предоставить какого-то частного донора или найти заинтересованное лицо или организацию, которая может какое-то оборудование и материалы поставить, но это, в общем, очень такой гипотетически сложный процесс, и ЮНЕСКО здесь может выступить исключительно в качестве посредника, но не организация, предоставляющая какую-то помощь напрямую. Второй вопрос, вернее, серию вопросов задала пользователь с ником Лаура, и она спрашивала о том, какие методы наш эксперт предложил в качестве управления рисками конкретно в нашей стране, но я полагаю, что это в Казахстане, скорее всего, возможно ли его исследование и опыт применять в наших условиях. Здесь я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, наше бюро и в целом его работа и данный вебинар, он все-таки предназначался для представителей семи стран, а наш эксперт и наши сегодняшние эксперты и вообще эксперты, которые к нам у нас выступают, это люди, которые, может быть, даже не изучали примеры конкретных стран, конкретных стран региона. Здесь мы говорим о возможных идеях, которые можно реализовывать на месте, о каких-то мировых тенденциях, о мировом опыте, о технических документах, которые могут помочь эффективно понять существующие проблемы, допустим. Но тот вопрос, как этот международный опыт адаптировать в местных условиях, и об этом наш спикер говорил, это в первую очередь задача местных экспертов, то есть собравшихся здесь специалистов, потому что они знают регион, они знают памятники, они знают его специфические условия, которые иностранный эксперт может не знать. Поэтому подобное консультирование, оно возможно, но опять-таки для этого страна должна обратиться в ЮНЕСКО, должна быть проведена какая-то специальная миссия по изучению объекта конкретного, и тогда только эксперт может дать конкретные рекомендации по конкретному объекту. Контакты экспертов у нас есть, но опять-таки здесь должна быть инициатива со стороны страны, со стороны государственных органов, со стороны тех органов, которые ЮНЕСКО работают. Господин Рахид, вот по этим двум вопросам вы хотите что-то добавить, или будем считать, что я ответил на вопрос, и можем дальше продолжать? Нет, я думаю, вы ответили на эти вопросы очень хорошо. Я лишь хотел бы сказать, что, как и вы упомянули, абсолютно правомочно для дальнейшей поддержки, для укрепления потенциала, для того, чтобы получить какое-то направление, руководство, вот там мы можем помочь, мы можем предоставлять больше примеров, больше каких-то инструментов, которые затем можно было бы использовать, в применении к вашему собственному контексту. Но это потребляет действительно очень много инициативы на местном уровне, на национальном уровне, чтобы это произошло. Спасибо. Большое спасибо. Тогда можем перейти к следующему вопросу. Он опять-таки по конкретному местному объекту, но поскольку там более такой широкий контекст задан, может быть наш эксперт сможет более подробно на него ответить. Его задает Анастасия Кракошева. Говорит, здравствуйте. В 6 веке на берегу реки Талас, это, ну, видимо, территория Казахстана, был заложен город Джамукат, который сегодня является памятником археологии. Сегодня русло реки из-за изменений климата меняется, вода поступает к археологическому памятнику, то есть размывает его и создает угрозу затопления. Какие меры нужно применять для снижения риска затопления памятника? Опять-таки, я уточняю, что наш эксперт может не знать конкретный памятник. Если он какие-то общие рекомендации может предоставить, пожалуйста, я вопрос ему адресую. Хорошо. Да, как вы упомянули, без осмотра на месте, без соответствующей оценки рисков для этого объекта, без знания местности и обстоятельств, сложно давать рекомендации. Но могу вам сразу сказать, что если вы можете использовать те методологии, которые были даны вам сегодня, наряду с теми документами, ссылки на которые были даны, здесь можно провести, благодаря им, оценку того, чтобы понять, что происходит, как меняется русло реки, как влияет это на сам объект, на памятник. Затем, уже после этого, необходимо провести консультации с соответствующими экспертами для того, чтобы выработать правильные решения на краткосрочные, средние и долгосрочные планы, рассмотреть имеющиеся ресурсы. И это длительный процесс. И отправной точкой, конечно же, будет инициировать очень тщательную оценку рисков, поскольку без надлежащей оценки рисков, без понимания того, что происходит, как это происходит, как это влияет сейчас, и как это будет влиять в будущем, очень сложно будет подобрать должное, правильное решение. Вот такой мой совет. Большое спасибо. Я пока новых вопросов не вижу. Я прошу, ну, призываю наших слушателей, если вопросы есть, то писать их либо в чате, либо вот есть функция «Вопросы и ответы» внизу страницы. А пока вот небольшой вопрос от себя. Я задам, вот в случае объектов, которые вы показывали, вы много показывали разных объектов, вы, может быть, не знаете ситуацию на всех из них, но вот какие-то примеры, допустим, характерные, было бы хорошо, что вы назвали. Вот планы по управлению рисками появились на этих объектах в какой момент? То есть они в момент номинации уже разрабатывались или об этом говорилось? Или произошло что-то, какое-то там бедствие, и потом уже о них начали, то есть как бы постфактум разрабатывали? И вот в случае этих объектов, о каких человеческих ресурсах мы говорим? То есть какое вообще количество сотрудников этим занимается, мониторит ситуацию? Это там один-два человека, или это целый отдел, или это частные компании, которые на субподряде могут сидеть и заниматься этим? Расскажите, пожалуйста. Это очень хороший вопрос, и я хотел бы ответить на него так. В первую очередь, нет какого-то одного единого решения. Все зависит от конкретной природы самого объекта и того, какого рода риском он подвержен. Но при этом наилучшим решением является, не надо привлекать вначале никаких дополнительных кадровых резервов. Используйте то, что есть. Они могут заниматься своим обычным управлением объектом. Я не рекомендую. И в большинстве случаев у нас просто даже ресурсов нет для того, чтобы привлекать новых людей, создавать какие-то новые отделы, или нанимать новых людей. Поэтому наиболее эффективным способом является взять то, что у вас есть на месте уже сейчас тех сотрудников и дать им задачу. Вот, пожалуйста, проделайте эти вещи. И да, конечно, провести им обучение. То есть, что делать на случай всех бедствий. И вот когда они при обслуживании, при планировании, при восстановлении, ну, к примеру, они прочищают ливневые стоки. Вот в тот момент нужно продумать. Вот если не чистить дренажные ливневые стоки, то как это будет влиять на наш план? То есть, сразу же вам говорю, не надо новых людей на это нанимать, а тех, кто этим занимается сейчас, обслуживанием. То есть, я предлагаю, не думайте, что создание новых планов, реагирование на риски системы убийств, означает, нужно много ресурсов, дополнительные какие-то должностные какие-то вещи. Надо думать, начинать с того, что у вас есть, и настройте тех, кто у вас работает, на то, чтобы они думали именно в рамках именно управления рисками системы убийцей. Спасибо. Вот пока спикер отвечал на мой вопрос, здесь вопрос задал Набижон Химов. Звучит следующим образом. В Таджикистане есть группа памятников, крепости на скалах. Это крепости из сердцовых кирпичей на верхней площадке скал. Сейчас они представляют собой глиняные холмы на вершине скалы. Во время дождей влага накапливается в ямах, и из-за этого, скобочкой, внутреннего давления и вымывания, участки внешних стен по краю скалы как бы сползают по склону. В этих случаях вопрос звучит, более конкретно вопрос такой. В этих случаях дренажная система окажется нарушением культурного слоя? Как с этим быть? Нет, я бы сказал так, что если это действительно большая такая сложная задача, то необходимо находить какие-то решения. Возможно, это каким-то образом повлияет на ценность объекта. Но вы знаете, я всегда говорил, необходимо находить такое решение, если глинобитные стены разрушаются, сползают, если что-то происходит из-за изменения климата. Иногда надо принимать какие-то меры, которые могут немного поменять на ценность культурного объекта. Но надо принимать такое решение, чтобы было минимальное воздействие на ценность культурного объекта. Но нельзя просто сидеть и говорить, так я ничего делать не буду, потому что повлияет на ценность культурного объекта. То есть, если ничего не делать, то объект когда-то будет окончательно разрушен. То есть, нужно какой-то компромисс найти. Именно поэтому нужна хорошая инспекция, осмотр. Я хотел бы еще одну вещь упомянуть. Надо сперва продумать о хорошем плане стихийного, и нужно оценить, есть ли планирование. Вообще, какая активность, деятельность есть, есть какие-то альтернативы. И если вот происходит воздействие на эти атрибуты, то есть, что вам означает потеря этой ценности культурного объекта? То есть, такого рода оценка именно по цене, это вот, наверное, базовая отправная точка для идентификации рисков. И затем уже, исходя из вешивания, необходимо будет принимать решение. Но, пожалуйста, не думайте, что надо просто сидеть сложа руки и ничего не делать, потому что вы боитесь, что вы нарушите ценность культурного объекта. Нет, конечно, по возможности этого надо избегать, но бывают такие ситуации, что надо находить какой-то баланс для того, чтобы ваш объект оставался для будущих поколений. Ну, то есть, как небольшой вывод, то есть, если необходимо выбирать между нарушением целостности объекта и его просто физическим разрушением полным в силу различных факторов, то, конечно, какие-то интервенции, какие-то работы необходимо проводить, ну, потому что объекты иначе не спасти. Вот еще один вопрос пришел. А, господин Абижон Рахимов говорит спасибо. Пока других ответов, пока других вопросов нет, я бы хотел сказать, что у нас идет запись данного вебинара, как и всех предыдущих, и сейчас в чате появится ссылка на плейлист на нашем YouTube-канале, где вы сможете записи предыдущих двух вебинаров, этого вебинара и предстоящих вебинаров посмотреть на двух языках, на английском и на русском, так как мы их проводим. Я сейчас не могу вам анонсировать конкретные мероприятия какие-то, которые у нас запланированы, то есть мы ведем переговоры с несколькими экспертами, и мы будем говорить о том, как управлять объектами культурного и природного всемирного наследия в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа, но анонсы будут немного позже, и вызываю следить за новостями на нашем веб-сайте, и в наших социальных сетях, которые сейчас появляются. Также, если вдруг вы присоединились позже и не видели этот анонс, ну не анонс, а объявление, я высылаю ссылку на презентацию спикера на английском и на русском языке в PDF-формате, вы можете скачать и посмотреть у себя отдельно. Вот. Есть ли какие-то еще вопросы, уважаемых слушателей? Ну, тогда, раз вопросов нет, я полагаю, что презентация была максимально понятная и максимально информативная. я еще раз благодарю нашего спикера сегодняшнего, господина Рохита Джигиасу. Ну, анонсы по презентации, по видео я уже сделал. Наверное, мы просто закончим немножко сегодня пораньше. Я благодарю еще раз всех, кто сегодня был с нами, слушал нас в прямом эфире. Если господин Рохит хочет сказать пару слов в заключении, пожалуйста, и на этом будем останавливать запись. Спасибо. Я бы хотел сказать, что то, что я пытался объяснить в этой презентации, это, конечно же, все поверхностная информация. Если вы хотите получить более подробную информацию, есть возможность пройти тренинг. ИКОМ – это та организация, в которой я работаю. У ИКОМ несколько обучающих по программе по этой теме. Я вам сейчас напишу веб-сайт этой организации. И через веб-сайт вы можете узнать о предстоящих тренингах организации. Это более углубленные тренинги по этой теме. Я бы хотел сказать, что нет конкретного рецепта, единого рецепта для планирования рисков чрезвычайных ситуаций. И оптимально начинать с малых мероприятий. Например, если вы подготовите план эвакуации, если вы обучите ваш персонал конкретным каким-то небольшим мероприятиям, это уже хорошо. Не нужно все делать сразу. Подумайте, что вам нужно сделать. Подумайте, что вам делать, что нужно запланировать с точки зрения готовности с ЧАЭС к ЧАЭС. Кроме того, на том же самом веб-сайте вы можете ознакомиться с тем, как реализуются планы реагирования на чрезвычайные ситуации, на стихийные бедствия. Все это есть на веб-сайте, есть несколько публикаций на веб-сайте. И хотел бы вас поблагодарить. И в заключении хотел сказать, что готовность, бдительность поможет вам сохранить ваши объекты наследия. Большое вам спасибо. Большое спасибо, господин Рахид. Очень приятно было сегодня с вами работать. А нашим слушателям всем до свидания и до скорых встреч. Прошу останавливать запись. Продолжение следует...